Так, в общем, я думаю, что мы начали запись. Да, у меня здесь стоит стоп-рекординг, поэтому я надеюсь, что это правильно. Итак, в общем, заново переходим к началу слайда, чтобы потом вы видели это на видео. Итак, все, что имеется во Вселенной, любое явление, будь то взаимодействие между материей и энергией, либо ваше воображение, это относится к явлениям природы. Соответственно, то, что происходит, любое явление, оно принадлежит либо к объективной, либо к субъективной истине. Итак, что такое объективная истина? Это часть знания, которая существует вне наших убеждений, либо вне нашего понимания. То есть, например, возьмем гравитацию. Гравитация существует без нашей веры в то, что она существует. То есть она есть, мы понимаем, как это работает. У нас есть необходимая доказательная база, необходимая теоретическая база для того, чтобы понять, как она работает. Соответственно, без того, без определения человека, который будет делать какое-то исследование гравитации, все результаты в ходе этого исследования, полученные, не будут отличаться от результатов исследований, которые были проведены другими людьми. Соответственно, если это что-то независимое от человека или человечества, это будет называться объективной истиной. То есть мы можем проверить одним или несколькими научными методами либо инструментами какое-то явление. На основе этой проверки мы можем построить какую-то гипотезу, доказать эту гипотезу, сделать ее теорией, и потом эта теория будет предсказывать данное явление, как оно себя будет вести. В общем, только такая истина, только такое знание будут считаться объективными. Итак, что если знание, явление или истина на самом деле зависят от лица заявителя или от человека человечества? Это будет относиться к субъективному знанию. Предположим, человек, вы встречаете своего одноклассника, и он говорит вам, что он летал на единороге. Конечно, вы можете подумать, что это ложь, и обвинить его в том, что он выдумывает. Но на самом деле, возможно, ему приснился сон, в котором он на самом деле летал на единороге. И так как мы не можем, как люди, как вид, мы не можем точно определить, было это или нет, то есть рамки сна и реальности стираются, соответственно, для этого человека, для этого одноклассника это будет субъективной истиной. Естественно, что она, именно вот это вот знание, оно будет зависеть от лица заявителя. Конечно, если он захочет доказать на основе своих снов, и видений реального существования единорогов, он столкнется с огромными проблемами, потому что он не сможет проверить это явление одним или несколькими научными методами, либо инструментами. Мы можем здесь использовать, например, электроэнцефалографию, то есть окутать его голову специальными электродами, записать действия его мозга, то есть активность его мозга, и посмотреть, на самом деле, видит ли ученый, который рассматривает эту электроэнцефалографию, то же самое, что он увидит, например, после электроэнцефалографии другого человека, который также заявляет, что он обитал на единороге. Но это никак не докажет реальность существования единорога и тем более возможность взаимодействия с ним. То есть то, что не может быть доказано, то, что в полной мере зависит от лица заявителя, это относится к субъективной истине. Конечно же, очень много феноменов природы, которые переходят из одной категории в другую, но, возможно, просто мы не имеем достаточного количества опыта или мы не имеем каких-то инструментов, которые, например, расскажут нам, на самом ли деле это субъективная истина, или, возможно, мы переоцениваем какие-то инструменты и методы, которые заставляют нас думать, что это объективная истина. Но красота науки именно в том, что всякий раз, когда происходит доказательство какой-то теории, эта теория постоянно подвергается критике. То есть сам ученый, сам исследователь, он заинтересован в том, чтобы опровергнуть свою же теорию. Почему так происходит? Потому что чем больше мы прилагаем усилий, чтобы опровергнуть теорию, и чем она стабильнее, тем правильнее наши выводы. Понимаете, здесь такая логическая цепочка. То есть у нас есть какая-то теория. Мы ее постоянно атакуем. И если она рассыпалась от одного из таких методов атаки, то есть, предположим, вот человек по имени Винсент, он предложил какой-то метод исследования, и этот метод исследования, значит, поставил эту теорию под угрозу. Все, она уже больше не работает. Соответственно, эта теория не описывает на самом деле то, что мы пытаемся описать. То есть явление природы, оно не описывается, то есть не имеет тот набор и свод правил, которые предлагает нам эта теория. Почему сам ученый заинтересован в проверке своей же теории? Он заинтересован в этом, потому что он хочет, чтобы именно его теория была самой правильной, соответственно, он приложит все усилия, будет повторять метод этого Винсента для того, чтобы модифицировать свою теорию, то есть изменить ее настолько, чтобы она объясняла даже результаты, полученные в ходе эксперимента Винсента. Понимаете? Для чего это происходит? Для того, чтобы знание, которое осталось после наших поколений, то есть для будущих поколений детей и правнуков, чтобы оно было максимально объективным, чтобы на самом деле не получилось так, что мы оставили своим потомкам скелеты несуществующих животных и так далее. Вот, в общем, именно поэтому у нас постоянно идет атака на уже существующие теории. Мало того, эта атака, она провоцируется самими учеными, которые эти теории предлагают. Кроме того, например, предположим, что это был Древний Рим, где какой-то ученый заявил, что все состоит из атомов. Конечно, в то время ничего не могло бы подтвердить его слова. Однако такие методы появились через тысячелетия. И сегодня человек, которого могли бы обвинить в субъективности к подходу в данном вопросе, имеется в виду человека в Древнем Риме, оказывается, что его субъективная истина является объективной для сегодняшнего поколения. То есть имеется какое-то количество природных явлений, которые не могут быть описаны на сегодняшнем уровне развития человечества. Но, возможно, они будут передвигаться в объективную часть истинности в последующие поколения. Итак, следующая — наука и основные направления познания. Что мы можем отнести к науке? И наука, соответственно, из того, что я уже говорил, обращается только к объективному знанию, только к объективной истине. То есть ничего, что бы зависело от самого человека, не может попасть в научное поле. Итак, если мы берем, например, археологию. Археология, как вы все знаете, это наука о древностях. Предположим, что археология изучает, именно в данном вопросе, она изучает города. Так как мы можем раскопать эти города, причем раскопать их на месте, которое, возможно, мы знаем. То есть мы целенаправленно едем на какой-то участок земли и начинаем раскопки. И мы получаем, значит, башни. Мы знаем, что эти башни были описаны в каких-то книгах. И, соответственно, мы делаем вывод о том, что на самом деле часть субъективных знаний об этих башнях соответствует реальности. То есть мы раскопали башни там, где они были описаны. Соответственно, археология — это наука, занимающаяся древними артефактами, которые, возможно, физически ощупать, а также физически исследовать. Но в то же самое времени история, как наука, она как бы находится на двух стульях. Почему? Потому что огромная часть истории, как науки, она базируется на личностных ощущениях историков. То есть, предположим, у нас есть историк, который пишет о событиях 1200-х лет. Причем живет он в XIV веке, например, 1329 год. Соответственно, он не жил во времена, которые он описывает. Он только слышал о них. Соответственно, это категория слухов и домыслов. Но его трактаты, например, о событиях, которые произошли почти 129 лет назад, они говорят нам о том, что происходили такие и такие действия, например, где-нибудь в Иране. Причем человек, который описывает нам это, никогда не жил в Иране. Соответственно, можем ли мы доверять данным знаниям и переносить их в объективную истину? Мне кажется, что каждый сейчас согласится со мной, что это крайне субъективное знание, которое нельзя расценивать как научную базу. Итак, есть ли кто-нибудь, кто не согласится со мной здесь? Так, я сейчас открою чат. Окей. Так как нет протестов... Одина поднимает в руку. Да-да-да, так сейчас кто? Одина, она поднимала. Хорошо, Одина, вы можете включить микрофон, да-да. Да. Ну, я думаю, что если... Например, субъективное знание, такие факты, например, этого человека, который жил в 1329 веке, как бы поддерживаются и другими людьми, которые примерно жили во времени или даже не вне его времени. Но они по-любому как бы субъективны, потому что человек это писал. Возможно, даже если он не жил. Но если несколько ученых или исследователей говорят об одном и том же, это можно рассматривать как... ну, уже не субъективные знания, а уже объективные. Отличный вопрос. Я как раз собирался об этом сказать. Вот здесь мы абсолютно точно говорим, что это субъективные данные, только если это не подтверждено научно. То есть если у нас имеется большое количество рассказов о каком-то времени, то есть у нас есть очень много свидетелей, причем каждый из них дает разрозненную информацию. Причем, например, если мы возьмем... Пусть в Иране происходила какая-то война, и у нас были две противоборствующие стороны, ну, предположим, два и один. Они воевали, и мы знаем об этом из огромного количества слухов, рассказов, книг, которые были оставлены современниками или людьми, которые жили через век после этого. Соответственно, у нас есть две стороны медали, то есть, предположим, вторая сторона написала свои трактаты, первая сторона написала, естественно, свои рассказы. Каждый из них оценивает ситуацию под себя. Предположим, вторая сторона рассказывает, что у первой было 100 тысяч человек, в то время как у них было всего 10 тысяч человек, и они смогли победить. То есть 10 тысяч человек смогли победить 100. в то же самое время другая сторона рассказывает, что они проиграли, потому что на них нападало 100 тысяч человек, в то время как у них всего тысяча было. Естественно, что мы сейчас археологически не сможем подтвердить количество людей, воевавших на обеих сторонах. Кроме того, учитывая то, что победы либо поражения зависят от огромного количества факторов, просто даже от настроения людей, которые воюют, то есть кто-то был подавлен, кто-то был воодушевлен, соответственно, мы не сможем археологически подтвердить ни одной из сторон. Не то, что там было 10 тысяч человек, не то, что там было 100 тысяч. Точно так же не то, что там было 100 тысяч, не то, что там было 1 тысяча человек. Даже если у нас есть огромное количество подтверждений, но эти подтверждения зависят исключительно от мнения, рассказчика, мы не сможем отнести данную истину к объективной. Это все-таки будет субъективная истина. Теперь предположим, что мы возьмем группу ученых. Пусть это будет группа ученых, которая работает, скажем, в физике. Каждый из них провел какое-то исследование и пришел к выводу, что, в общем, теория Эйнштейна работает. Естественно, что от того, что большое количество ученых сказали, что теория работает, это говорит о том, что они подвергали ее стрессу, ну, то есть они атаковали теорию, и она все-таки выдержала. Соответственно, у нас есть общая теория относительности, ученые, которые атакуют, и все-таки в конце концов общая теория относительности осталась общей теорией относительности, то есть она выдержала все нападки, все удары ученых и так далее. В данном случае ученые, они всего лишь подтверждают, чем больше ученых подтвердят, тем лучше. То есть от количества статей, от количества заявлений ученых зависит, насколько эта теория оправдана. Но давайте возьмем не общую теорию относительности, а, например, теорию о том, что на Куликовском битве решалась судьба славянских народов, предположим. То есть была какая-то проблема, какой-то агрессор, и на Куликовском поле сошлись армии. Предположим, что у нас есть историки, и их 150 человек. Их теория заключается в том, что на обеих сторонах воевало в общей сложности 300 тысяч человек. Можно ли в данном случае считать данную теорию оправданной и доказанной? Конечно же нет, опять-таки потому что все это основано всего лишь на рассказах и слухах. До того момента, как мы сможем подтвердить археологически какие-то данные, предположим, 150 человек археологов отправились на Куликовское поле, раскопали, сделали раскопки и смогли идентифицировать, предположим, 310 тысяч человек, которые принимали участие и погибли в этой схватке. Соответственно, да, у нас есть археологические данные, которые подтверждены научным методом, таким как, например, секвенирование. Причем не только эти 150 человек могут произвести это секвенирование, то есть определение ДНК, но они, например, отправят его куда-нибудь в Данию, где другая группа ученых также секвенирует все эти 310 тысяч экземпляров и смогут доказать, что на самом деле это различные люди, которые участвовали именно в этой битве. Тогда, конечно, мы сможем говорить о том, что теория выдержала нападки, выдержала удар научным методом и оно доказано. Но до того момента, к сожалению, историческое знание о Куликовской битве будет оставаться в зоне субъективной истины. Одина, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Так, пожалуйста. Так, теперь мы переходим к этому слайду. Итак, о том, что такое наука и какие дисциплины можно относить к науке, конечно же, стало яснее. А теперь давайте поговорим о том, опять-таки, путях исследований внутри этих наук. Итак, у нас есть редукционизм и холизм. И, как я сказал до этого, холизм – это о целом, редукция о частях. Итак, первый главный принцип для редукционизма – это разбить явление на составной части. То есть мы разбиваем какое-то явление, предположим, работу двигателя, внутреннее сгорание. То есть представьте себе, что вы инопланетянин, который прилетел на Землю, и видите автомобиль. Что вы попытаетесь сделать? Вы попытаетесь, конечно же, сначала рассмотреть. Потом, если вы редукционист, вы разберете автомобиль на составную часть, например, корпус, отдельно колеса, четыре штуки, отдельно двигатель, трансмиссии и так далее. Все это лежит перед вами, вы смотрите на это и думаете, как это все работает. Потом вы определяете основные части, без которых автомобиль работать не будет. Соответственно, предположим, вы выбираете корпус, собираете все, смотрите, будет ли ехать эта конструкция. И когда вы определяете, что да, она едет, значит, мы избавились от ненужной части, которую изучать в принципе не надо. Ну, не то, что в принципе не надо, но она не вносит основной вклад в движение. И так вы продолжаете, продолжаете, остаетесь только с двигателем. То есть у вас, например, там V-образный двигатель. И вы понимаете, что без вот этого вот агрегата работа автомобиля не происходит. Соответственно, вы изучаете двигатель, точно так же пытаетесь разобрать его на части, изучаете эти части, а потом приходите к заключению о сути явления. То есть, так, у нас есть какая-то непонятная конструкция, внутри которой находится сердце, и это сердце обеспечивает движение. Вы приходите к такому выводу, что, значит, без сердца вот эти вот конструкции, так называемые машины, они работать не будут. Конечно, после того, как вы сделали первый вывод, например, вы посадите двигатель на колеса, естественно, он не поедет, тогда вы будете искать еще дополнительные ключевые факторы или части, которые будут обеспечивать движение. Соответственно, у вас там появится, например, бензин, так как это горючее для двигателя. Кроме того, чтобы передать движение с двигателя на колеса, вам понадобится трансмиссия, то есть передаточные шестеренки и так далее. То есть у вас будет бак дополнительно к двигателю, также трансмиссия и сами колеса. И все эти четыре части будут основными в движении вашего автомобиля. И так как редукционисты, вы пришли к выводу, что у вас есть необходимый набор агрегатов, без которых ничего работать не будет. Это подход редукционистов. Теперь подход холизма или холистов. Мы рассматриваем явление в целом и пытаемся изучить только через наблюдение. Например, мы берем опять-таки этот автомобиль и очень долго за ним наблюдаем. Оказывается, что если не залить бензин в бак, автомобиль не едет, потому что вы видите большое количество автомобилей, которые стоят, потому что просто нет бензина. Кроме того, вы видите некоторое количество автомобилей, у которых спущены колеса и они также ехать не могут. Соответственно, вы делаете вывод за выводом, только наблюдая за некоторым количеством автомобилей, которые есть у вас в наличии. Соответственно, холисты подходят с абсолютно другого бока. Они не пытаются разобрать ничего на части, зато пытаются понять все целиком. Другой пример. Погода. Погода. Для погоды, конечно же, в современном мире мы используем холизм как основной подход к погоде. Если мы попытаемся разобрать на части всю погоду, мы придем к тому, что, да, это как-то связано с водой, которая испаряется с поверхности, это как-то связано с количеством углекислого газа, с количеством парниковых газов и так далее, и так далее. Но в конечном счете все сводится к тому, что это движение воздуха. Нагревание, постужение и перемещение больших воздушных масс внутри атмосферы. Но, чтобы понять это явление целиком, разбив оно части, мы не сможем подойти к именно заключению о сути явления. В данном случае мы только получим, что у нас есть атомы воды, атомы азота и так далее, и так далее. Но это не даст нам абсолютно никаких ключей к пониманию или заключению о сути явления. В то же самое время, если мы берем погоду и изучаем ее как целое, в данном случае мы сможем на большом количестве данных получить какие-то закономерности. То есть, если, например, у нас возникают облака, то под ними возникает тень. Из-за того, что там возникает тень, температура локально начинает снижаться. Из-за того, что температура снижается локально, у нас возникает разность давлений. Соответственно, воздух из более теплых мест начинает двигаться в сторону более холодных мест. Или наоборот, например, изучая побережье, мы сможем узнать куда больше о бризе, о том, почему происходит дуновение ветра именно в ночное время со стороны моря, в то время как в дневное время происходит обратное движение воздуха. Соответственно, не разбирая на части, в данном случае, в случае погоды, мы сможем использовать холизм для того, чтобы получить какие-то закономерности. Конечно же, в конце концов, мы не сможем прийти к общему заключению, потому что погода, климат, движение атмосферных масс и так далее – это слишком огромное количество знаний. и прийти к каким-то моделям, которые смогут до точки объяснить, как что происходит, мы не сможем пока, потому что у нас просто не хватает базы, которая сможет обработать все эти знания. Но, наблюдая за большим количеством изменений погоды, рассматривая это явление в целом, мы сможем на основе изучения этих данных построить какие-то небольшие модельки. Вот, например, сегодня прогноз погоды. Как он делается? У нас есть небольшие модельки. Например, если ветер дует с северо-запада, и на северо-западе у нас есть облачность, то, скорее всего, облачность сместится. То есть это модель смещения облачности в ветреную погоду. Соответственно, мы можем предупредить людей, которые живут в этой местности, что через какое-то количество времени ветер перенесет облака в их сторону. Либо, предположим, когда я еще ходил в школу, это были 90-е годы, у нас всегда предупреждали именно со стороны Москвы, что, например, идет холодная погода, которая передвигается от северного ледовитого океана. И нам нужно ее ждать, например, в течение следующих трех дней. Как это они делали? Они получали данные из сибирских погодных метеорологических станций, обрабатывали их в Москве и отправляли нам, говоря, что, например, ожидается похолодание, потому что у нас северный ветер, и он сдвигает холодные массы воздуха на юг. Естественно, так как у нас здесь Гималай, предположим, под Казахстаном, здесь у нас в Тяньшане другие горы, на этом месте у нас Урал. Естественно, что этим массам никуда, кроме как на юг, не двинутся. И они предполагают, что в ходе этого движения, значит, сначала Астана, далее Алмата, получат охлаждение погоды в течение какого-то времени. Естественно, что сказать точно время изменения погоды они не смогут, но предполагают на основе данных, которые они получили в ходе изучения погоды и так далее. Соответственно, закономерности, они работают для данного случая. И холизм в данном случае преобладает, потому что если мы попытаемся разбить все на части, опять мы ничего не получим. Итак, это о направлениях познания. Я надеюсь, вы поняли, как это, что работает. Переходим к следующему. Научный метод. Итак, научный метод включает в себя, в первую очередь, наблюдение. У нас есть феномен. И этот феномен можно пронаблюдать. Соответственно, у нас есть первый шаг наблюдения. Итак, скажем, предположим, какой-то человек в древние-древние времена очень сильно тер две палки друг от друга, и у него получился огонь. Естественно, первый раз это была случайность, но он начал наблюдать. У него появился огонь. И человек, обладающий логической деятельностью мозга, то есть он сможет определить причины следственной связи, он начинает пробовать. Итак, у него есть гипотеза. Именно гипотеза строится на основе причины следственной связи. То есть у нас есть феномен огонь. И предшествующие события. Предположим, что одно из предшествующих событий было трение палок друг от друга. А второе событие в это время было холодно. Итак, человек, который получил огонь, сделал это наблюдение, он приходит к двум гипотезам. Первая гипотеза о том, что если потерять две палки друг от друга в течение достаточно длительного времени, получится огонь. Второе. Надо дождаться холода, причем очень сильного холода, и тогда палки начнут гореть и давать нам огонь. Итак, он проводит эксперимент. Первый эксперимент дожидается холодного времени. Он ждет несколько часов и понимает, что холод не приводит к огню. Соответственно, гипотеза о том, что холод вызывает огонь, неверна. Тогда у него есть вторая гипотеза о том, что трение палок друг от друга приводит к возникновению огня. Что он делает? Он проводит второй эксперимент. В данный момент он берет, предположим, шесть палок и формирует из них пары. Начинает терять сначала одну часть и получает огонь. Итак, у него есть первое подтверждение для гипотезы. А также, то есть у него есть эксперимент и данные, которые он получает в ходе этого эксперимента, то есть получение огня. В данном смысле, в данном случае получение огня, то есть результат его анализа и интерпретация, они становятся наблюдением заново. То есть у нас есть еще три пары, две пары палок. И этот человек, наблюдая появление огня, корректирует предыдущую гипотезу, если она у него немножко не верна. Но в данном смысле, в данном случае у нас гипотеза верна, то есть трение палок друг от друга должно вызывать огонь. Теперь он переходит к экспериментам для того, чтобы доказать то, что на самом деле трение палок вызывает огонь. Это не второй раз он чисто случайно получил то же самое. Он проводит опять трение палок во второй паре и получает огонь. Далее он проводит его в третий раз, получает снова огонь. И так как у него есть набор экспериментов, которые доказывают его гипотезу о том, что трение палок может вызвать огонь, это переходит в состояние теории. Соответственно, он идет к своим друзьям и говорит, вы знаете, у меня есть такой метод или такая теория, что если потерять две палки друг от друга достаточно продолжительное время, появится огонь. Его друзья, конечно же, не доверяют своему товарищу. Они берут каждый по своей паре палок, начинают проводить тот же самый эксперимент, получают огонь и все. В данном смысле его теория прошла огонь практики. Они все получили один и тот же результат. Соответственно, все. Эта теория переходит в объективное знание или в объективную истину, и люди начинают пользоваться ей, потому что, как вы все знаете, огонь дал нам большое количество вещей, которые мы смогли просто сделать с помощью огня. От приготовления еды, от отопления жилищ, до борьбы, например, с ночными хищниками и так далее. То есть это огромный прогресс для человечества. В общем, то есть получение огня прошло через наблюдение, гипотезу, эксперимент и анализ результатов. Итак, что такое научный метод? В общем, из того, что я объяснял, это система критериев. То есть у нас есть критерии, что имеются какие-то входные данные. И если мы проведем эксперимент как критерий апробации этих знаний, мы получим какой-то результат. У нас есть принципы. То есть в данном случае сначала человек провел несколько раз один и тот же эксперимент, чтобы понять, является ли его гипотеза правдой. А далее он предложил своим друзьям проверить эту же теорию с другими палками. Соответственно, у нас есть принципы, по которым это работает, научный метод. И обоснования. Опять-таки обоснования этого друзья, а также он сам, который делает набор экспериментов. Все это приводит к тому, что появляются какие-то знания, и эти знания либо переносятся в объективную истину, либо в субъективную истину. То есть предположим, что другой человек пытался доказать, что холод вызывает огонь. Естественно, что он этого не смог доказать. И в ходе эксперимента, в ходе научного метода знание о том, что холод вызывает огонь, перешло в субъективное пространство, где она не относится к реальности. То есть это такой смешной пример, но он показывает, что любое природное явление, оно может переходить либо в субъективное, либо в объективное знание, только благодаря применению научного метода. Итак, любое явление природы, относящееся к объективной истине, оно может быть зафиксировано, изучено и описано. В то же самое время, любое субъективное знание, оно, проходя через научный метод, доказывается, точнее, научный метод, который пропускает через себя субъективное знание, доказывает, что оно все-таки субъективное. Опять-таки, холод не вызывает огонь. Это просто было субъективное желание человека доказать, что одно выходит из другого. Итак, мы поговорили о научном методе. Теперь возвратимся к шагам научного метода. Итак, у нас есть наблюдение. На основе наблюдения мы строим гипотезу. Гипотеза предполагает какие-то результаты, то есть мы предсказываем какие-то результаты, которые мы получим в ходе эксперимента. Теперь у нас есть эксперимент, и у нас есть результаты этого эксперимента. Итак, анализ результатов эксперимента включает сравнение предсказаний и результатов. Фактически сравнение предсказаний и результатов является заново наблюдением. Итак, у нас есть замкнутый круг, наблюдение гипотезы, эксперимент, анализ результатов, наблюдение гипотезы и так далее. Итак, мы сравним предсказания гипотезы с результатами. Предположим, что на первом этапе, на первом круге результаты отличаются немного от предсказаний. Соответственно, после наблюдения результатов и сравнения этих результатов мы должны будем взять гипотезу и начать ее изменять. Предположим, что мы поменяли некоторые параметры и получили новый набор предсказаний. Так, давайте назовем их один. Так, это будет два. Предсказание номер два. Итак, после вторых предсказаний мы снова составляем план эксперимента, проводим его, получаем результаты, анализируем результаты, сравниваем результаты с нашими предсказаниями. И после сравнения приходим к выводу, что да, данная гипотеза номер два, она соответствует результатам экспериментов и является более или менее доказательной. То есть, если мы проведем данные эксперименты заново, мы получим те же самые результаты, которые будут соответствовать предсказаниям второй гипотезы. Итак, в ходе данного круга, мы прошли его дважды, мы получили более или менее доказательную базу, то есть теоретическая база становится сильнее и сильнее. И в ходе данных экспериментов, конечно же, мы переводим какое-то знание либо в субъективную, либо в объективную часть истины. Итак, это о круговороте научного метода. Но здесь я должен сказать, что не всегда получается у нас провести эксперименты. Вот как мы разговаривали по поводу природного явления климата и погоды, точно так же мы не сможем воспроизвести некоторые из частей явления погоды в эксперименте. Соответственно, в некоторых случаях мы идем от наблюдения к гипотезе и далее мы наблюдаем предсказания этой гипотезы. Например, наблюдение в течение 100 лет говорит нам, что в мае должна быть уже теплая погода. Соответственно, мы строим гипотезу о том, что в мае в ходе движения огромных масс теплых воздушных потоков мы наблюдаем увеличение температуры на территории, например, Астаны. И увеличение должно превышать 3 градуса по сравнению с предыдущим месяцем. Это такая гипотеза. Соответственно, что мы делаем? Мы ждем времени, когда мы сможем пронаблюдать данное явление еще раз и получить входные данные мысленного эксперимента. В данном случае мы получаем, что оказывается, изменение температуры было не 3 градуса Цельсия, а целых 10 градусов Цельсия. Соответственно, наша первичная гипотеза не соответствует истине, и мы ее меняем. Соответственно, то же самое получаем, но увеличиваем поднятие температуры на 10 градусов Цельсия. Через год мы смотрим заново, то есть наблюдаем, получаем входные данные. Итак, у нас там колебания от 9 до 11 градусов Цельсия по сравнению с предыдущим месяцем. Итак, мы получаем более или менее правдоподобную гипотезу, которая описывает нам явление, и анализируя входные и выходные данные, то есть каждый раз мы составляем гипотезу, гипотезу, наблюдаем, и вот это вот наблюдение, оно подпадает под наш анализ. Соответственно, мы производим серию мысленных экспериментов, которые подтверждаются практически в ходе возникновения данного явления. И мы делаем на их основе построение модели, которая будет более или менее работать правильно. Соответственно, если в один год у нас было повышение температуры всего лишь на 9 градусов, в другой год мы можем ожидать от 9 до 11, но не больше и не меньше. Это в таком случае мы, из-за того, что мы не можем произвести практический эксперимент с получением результатов, мы просто наблюдаем. Конечно же, в медицинской науке или в физике, именно в практической физике, вы чаще будете встречаться со случаями, когда вы сможете после гипотезы... Извиняюсь. Когда вы после гипотезы сможете сделать предсказание, а потом построить эксперимент, это будет работать намного чаще, чем в случае с погодой, как я только что объяснял. То есть именно вот наблюдение какого-то явления и корректировка гипотезы в условиях Земли, в точных науках, как медицины и так далее, они будут встречаться вам чаще. В каких случаях, например, еще кроме погоды, мы можем делать заключение или производить гипотезу на основе наблюдения только? Это когда, например, астрономы изучают движение тел далеко-далеко от нас. Или, например, они ищут экзопланеты. Они сначала, конечно же, берут огромное количество данных. И сейчас есть специальные науки, которые изучают так называемые массивные данные. Data Science. И как ответвление Data Science у нас есть машинное обучение. И вот машинное обучение получает огромное количество данных. Предположим, о светимости каких-то далеких звезд. Вот у нас есть звезда, и мы наблюдаем ее светимость. И вот эта светимость на протяжении некоторого времени идет более-менее стабильно, потом она неожиданно падает, и далее опять снова возвращается к норме. Предположим, что это один период, и вот здесь во время второго периода у нас снова появляется снижение светимости, и, соответственно, люди, которые обрабатывают данные, то есть наблюдения, они делают гипотезу, что между звездой и наблюдателем проходит какой-то объект, который снижает светимость данной звезды. Причем период прохождения этого объекта между нами и звездой, он стабильный примерно, ну, предположим, что это один год. То есть в течение одного года что-то движется вокруг этой звезды, и мы можем наблюдать снижение этой светимости. То есть у нас есть наблюдение, мы строим гипотезу, мы снова наблюдаем, анализируем наблюдение заново и делаем на этом основании какие-то выводы. Соответственно, в какой-то момент мы можем даже установить массу объекта, который проходит, и из-за того, что у нас проходит свет мимо этого объекта, если у этого объекта есть атмосфера, мы даже сможем определить количество и качество этой атмосферы. То есть мы сможем определить количество кислорода, углерода внутри и так далее. Итак, это снова о некоторых экспериментах, точнее, некоторых типах данных, которые мы не сможем воспроизвести в эксперименте, и мы можем их только наблюдать. Итак, у нас все равно применяется научный метод, который основан на наблюдении, гипотезе. Здесь либо эксперимент, либо заново наблюдение, анализ результатов, далее наблюдение и так далее. Итак, что такое теория? Как я и сказал до этого, есть и какая-то гипотеза, подтверждается несколько раз, причем в ходе достаточно тяжелых атак со стороны научного сообщества, причем она доказывается заново и заново в достаточно разных конфигурациях, в которых первичный исследователь, который предложил эту теорию, не предполагал ее использовать. Вот, например, опять-таки вернемся к теории относительности Эйнштейна. Он не предполагал существования черных дыр. Кроме того, когда ему сказали о том, что черные дыры все-таки существуют, исходя из формулы, из уравнения, которые он предоставил, Эйнштейн сказал, что да, скорее всего, такое возможно, но как это представить физически, никто не мог. Как вы все знаете, буквально в позапрошлом году была получена первая физическая фотография черной дыры. Соответственно, человек, который предложил теорию, не предполагая такие предсказания, получил доказательства этой теории сначала теоретически, то есть, когда кто-то решил уравнение Эйнштейна, а буквально недавно практическое подтверждение своих же теоретических знаний. Соответственно, теория выдержала, теория была подтверждена, и она является непоколебимым фактом. Итак, теория — это наиболее глубокое и систематизированное знание, которое описывает какое-то явление. Причем она описывает его на основе свода закономерности. То есть, у нас есть какие-то законы, какие-то правила, которые управляют этим явлением. И эта теория их все описывает. Итак, теория, точно так же, как и гипотеза, она делает предсказания. Но в случае теории по сравнению с гипотезой эти предсказания не требуют экспериментального подтверждения, потому что они были подтверждены в ходе эксперимента. Ну, то есть, в данный момент, например, теоретически мы предсказываем, что, например, где-то за 50 миллионов световых лет у нас есть две черные звезды, которые вращаются друг против друга. И причем более массивная черная дыра засасывает менее массивную. Это вызывает переход материи с одной стороны на другую. И из-за того, что здесь происходит ускорение частиц, они выделяют большое количество света, и мы можем фиксировать этот свет. Теория предсказала это, причем предсказала теоретически довольно давно, а сейчас мы получаем через наблюдение так называемый мысленный эксперимент, мы получаем подтверждение этих данных. То есть, у нас в любом случае будет подтверждение предсказаний. Итак, если когда-то появится ситуация, которая не была предсказана теорией, точнее, которая ломает теорию, это говорит лишь о том, что, да, эта теория была хороша, она была хороша длительное время, но сейчас нам надо поработать на ней, чтобы сделать ее еще мощнее и еще сильнее. Итак, теория остается непоколебимой и доказанной до момента, когда у нас появляются либо инструменты, либо новые явления, которые опровергают эту теорию. Так, по поводу теории, я думаю, уже все. Итак, проверка заключений всегда, в любом случае, в научном сообществе происходит проверка, постоянная проверка новых знаний на объективность. То есть, у нас есть какие-то моменты, которые некоторыми учеными воспринимаются как объективное знание, то есть объективная истина, но после дополнительных этапов проверки, вот помните, как мы разговаривали про огонь, который возникает, вот, например, друзья этого человека повторили, проверили гипотезу на правдоподобность и доказали ее. Соответственно, то же самое происходит и сейчас. У нас есть проверка заключения исследования. В первую очередь, это же, конечно, оценка знаний. И здесь, в данном случае, мы проверяем именно логическое построение эксперимента, логическое построение анализа результатов и так далее. То есть, предположим, у нас есть какой-то эксперимент и у нас есть этапы этого эксперимента. И, естественно, что теоретик, который предсказал что-то, то есть у нас есть здесь гипотеза, и теоретик, который предсказал это, ну, то есть построил свою гипотезу, построил план эксперимента и потом провел этот эксперимент, он основывается на своей логике. То есть, из А истекает В, из В С, Д и так далее. Окей. Он, значит, построил такой подход логический, который для него обоснован. Теперь, что происходит дальше? Научное сообщество берет его работу, чаще всего это статьи, и начинает подвергать их доказательства со стороны именно оценки знаний, которые предоставлены в этой статье. Что происходит? Данное научное сообщество, оно проверяет так, насколько оправданно будет из А получить В. Ну, то есть они проверяют логическую цепочку, да? Они говорят так, из А мы всегда можем получить В, из В мы можем получить С, но из С мы не можем получить В. Это говорит о том, что данная статья, данное знание не прошло проверку чисто на основе оценки знаний, которые предоставлены, потому что из С невозможно получить Д. Или же, давайте предположим, что все хорошо у данного ученого, и из С можно получить Д, из Д можно получить Е, из ЕФ, из ФД и так далее, и потом прийти к общим результатам. Значит, на основе оценки знаний все методы правдоподобны, доказательны и не вызывают какое-то отторжение со стороны научного сообщества. Соответственно, данная статья прошла первую проверку знаний, только знаний. Эта оценка закончилась, и она переходит во вторую фазу проверки именно знаний. в данный момент мы оцениваем знания, а потом мы их проверяем. То есть, да, логически у нас все соответствует правде, но мы еще должны повторить этот эксперимент. То есть, мы берем опять эту статью, воспроизводим то же самое в нашей лаборатории, но в данный момент, конечно же, у нас уходит намного меньше времени, потому что у нас уже имеются данные входные по количеству, например, материалов, использованных, по условиям, в которых они были использованы, например, температуры и так далее. Соответственно, у нас есть A, B, C, D, E, F, G, и мы очень быстро можем проверить, получим ли мы те же самые экспериментальные данные, как и человек, который опубликовал эту статью. Предположим, что у нас хорошая ситуация, когда мы на самом деле получили те же самые знания, то есть, те же самые результаты и так далее. И в таком случае статья человека преодолевает вот эту вторую фазу, которая является проверкой знаний. То есть, мы повторяем эксперимент. Мы не просто оцениваем логическую структуру эксперимента, но мы и повторяем его в условиях наших лабораторий. Итак, это два главных этапа проверки, заключения исследований. Но, конечно же, могут возникнуть и проблемы на этой стезе, потому что у нас есть такие проблемы, как логические заблуждения, которые в основном зависят от предубеждений человека. В общем, логические заблуждения, они проистекают из подмены понятий, от того, что некоторые люди слишком долго работают в какой-то определенной области, они считают себя экспертами, то есть это ложное чувство правильности и так далее. Ну, предположим, у нас несколько лет назад была публикованная статья, которая доказывает обратную пропорционную, обратную зависимость между количеством пиратов, вот, предположим, здесь у нас 1700 год, здесь у нас 2020, и количество пиратов, оно падало все это время. В то же самое время с 1700 года у нас идет поднятие температуры, общей температуры планеты, то есть у нас идет изменение климата. и в этой шуточной статье, используя правильные логические цепочки, иметь в виду, если мы попытаемся придраться к исследованиям, извиняюсь, если мы попытаемся повторить те же самые исследования, используя те же самые инструменты, мы на самом деле получим эту зависимость. Но проблема была именно на этапе оценки знаний. То есть у нас было логическое заблуждение, которое связывало два невзаимосвязанных явления. И если вы возьмете, например, соотношение, пропорциональное соотношение каждой из этих точек, оно на самом деле покажет очень высокую доказательную силу. Но из-за того, что сами логические цепочки были нарушены, мы не можем доверять такому исследованию. Конечно же, ученые сказали, что это шутка, чтобы лишний раз напомнить другим ученым, что есть такая проблема, как логические заблуждения. Итак, что такое логические заблуждения? Это неправильное построение цепочки причинно-следственных связей. Итак, сейчас, секунду. какие могут быть неправильные цепочки логические? у нас есть дерево, предположим, карагач. У человека есть, например, у человека в детстве упал с дерева, и именно с карагача. Он упал, ему было больно, и у него осталось ощущение, что дерево, карагач, связанное с какой-то болью. Теперь всякий раз, когда он проходит мимо, основываясь на том, что дерево связано с болью, он, например, старается повредить это дерево. Итак, для него, так как это субъективное знание, для него связь между деревом и болью имеет место быть. То есть для него это истина, но для других людей это далеко не объективное знание, то есть это не объективная истина. Для них дерево это просто дерево, а то, что кто-то упал и получил болезненные ощущения, это для них ничего не значит, потому что не каждый падает и получает эти болезненные ощущения. Итак, у данного человека было нарушение построения цепочки причинно-следственных связей. Возможно, ему нужно было быть немножко аккуратнее, чтобы не падать с дерева. В таком случае, конечно же, если мы вставим вместо дерева неаккуратность, это, возможно, приведет нас к более правдоподобной цепочке причинно-следственных связей, чем до этого было. То есть неаккуратный человек получает боль. Далее, эти, конечно же, заблуждения, они неверны. Но здесь огромная проблема в том, что если такое логическое заблуждение случилось в ходе построения эксперимента, то есть гипотезы и дальнейшего планирования эксперимента, это отменяет все исследование. То есть если у нас есть небольшой намек на логические заблуждения, мы не можем считать данное исследование правильным. это как раз этап оценки знаний, оценки исследования. И если вы захотите провести какой-то эксперимент, который будет доказывать дерево равно боль, вы не сможете добиться результатов, потому что само исследование, оно скомпрометировано. Итак, теперь давайте поговорим о предубеждениях, потому что на их основе очень много людей делают огромнейшие ошибки, которые могут стоить им карьеры, могут стоить им денег, времени, здоровья и так далее. Предположим, что какой-то случайный исследователь, он долгое, длительное, очень длительное время работает над каким-то одним белком. И он настолько хорошо его знает, он хочет, чтобы этот белок был очень важным. И он начинает подводить все явления, связанные с этим белком, именно к его уникальности и так далее. И это вызывает эффект предубеждения, в котором ученые строят свои гипотезы на основе того, что этот белок важный. Он просто не принимает во внимание, что этот белок может быть не сильно важным. То есть да, он, конечно, выполняет какую-то функцию, но он не является граалем, биологии и так далее. Но эти предубеждения из-за того, что этот ученый подготовленный ученый, он может построить свой эксперимент, свою гипотезу и далее спланировать эксперимент настолько четко, что данное исследование пройдет все проверки. Оно пройдет все проверки, но вот этот небольшой участок, где дерево стало ассоциироваться с болью, он будет пропущен, потому что все остальное будет настолько замечательно и настолько хорошо, что просто никто этого не заметит. Соответственно, данное исследование будет принято как объективная истина, и оно вполне возможно будет длительное время находиться в теоретической базе человечества, до того, как кто-то не найдет доказательства субъективности данного исследования. И это очень большая проблема, потому что когда мы работаем над чем-то очень долго, мы начинаем воспринимать данную работу как очень важную и так далее. Соответственно, нам нужно всегда стараться найти слабые места в своей собственной теории, в своей собственной гипотезе и без боли и страха посмотреть, на самом деле мы объективны в ходе построения каких-то логических цепочек и так далее. В общем, запомните навсегда, логические заблуждения и предубеждения ведут к плохому. И это, конечно же, относится и к обычной жизни, когда не только к экспериментам и научным проектам и так далее. Когда мы имеем какие-то логические заблуждения, они могут привести нас в дебри, где любое дерево будет ассоциироваться с боли. Итак, как мы применяем научный метод в нашей повседневной жизни? Итак, мы делаем наблюдение, предположим, что переход через дорогу. Мы делаем наблюдение, что так, у нас есть светофор, у нас есть пешеходный переход, и у нас есть просто дорога, которая не контролируется. Мы наблюдаем за этой дорогой, строим гипотезу, что переходить можно везде, первичная гипотеза, переходить можно везде, в любое время и так далее. И значит, на первом светофоре мы идем на красный свет и понимаем, что машины не останавливаются перед нами. Соответственно, первичная гипотеза, проверяем, насколько наше заключение сделано на основе этой гипотезы, то есть предсказание этой гипотезы соответствует следующим нашим экспериментам, то есть результатам эксперимента. То есть что мы получаем? Мы получаем, что если переходить на светофоре в любое время, это не сработает, машины продолжают мчаться, причем в сегодняшнее загруженное время это достаточно высокий риск получения травмы и так далее. Соответственно, мы возвращаемся к нашей гипотезе и строим предположение, что она связана, то есть переход через дорогу по светофору связан как-то со временем. Мы замечаем красный, зеленый и желтый цвета и строим догадки, что так, на красный ходить нельзя. Может, можно на желтый? Строим гипотезу, что надо идти на желтый, соответственно, проверяем предсказание, получаем, что нет, желтый горит слишком мало времени, значит, надо идти на зеленый, причем только туда, куда он тебе указывает. То есть мы не можем пойти перпендикулярно к этому зеленому цвету, потому что в той стороне будет гореть красный. Соответственно, мы делаем наблюдение, строим гипотезу, проверяем данные, то есть проверяем, насколько предсказание соотносится с действительностью, выявляем, насколько мы находимся в ловушке, той же самой логической ловушке, наблюдаем заново, заново, подтверждаем, наше наблюдение, то есть мы подтверждаем нашу гипотезу. Итак, мы остаемся с фактом, что идти нужно только на зеленый свет. Когда мы идем на другие цвета, то у нас возникает проблема. Соответственно, у нас есть первая гипотеза, которая работает, и она является теорией, то есть фундаментальным знанием, которое поможет нам жить. Далее мы делаем те же самые знания о пешеходном переходе и о неконтролируемой части дороги. Это также может относиться и к взаимоотношению между людьми. Итак, мы наблюдаем, предположим, вы наблюдаете за тем, как общаются люди между собой. Итак, если они общаются друг с другом красиво, не грубят, не матерятся друг к другу, не стараются избить друг друга, то у них все хорошо. И мы строим гипотезу. Итак, если мы будем относиться другим людям хорошо, значит и они будут к нам относиться лучше. Мы проверяем несколько раз предсказание этой гипотезы. То есть встаем утром, улыбаемся соседу, говорим здравствуйте и идем дальше. Значит, первое предсказание то, что сосед не крикнет на утогонку, что вы плохой человек и не применит матерных слов. Итак, вы проверяете предсказание, совершив эксперимент. то есть вы выходите к соседу, говорите, что сегодня доброе утро и улыбайтесь. И проверяете, насколько ваши предсказания соответствуют действительности и не являются ли они логической ловушкой. Естественно, вы получаете, что ваш сосед вам тоже улыбнулся, сказал здравствуйте и так далее. То есть первичная гипотеза доказала свою правоту, что если относиться к людям хорошо, то я не буду относиться к вам также. Теперь представьте себе, что вы не применяете такой простой метод. Вы выходите на лестничную площадку и оскорбляйте своего соседа. В следующий день вы выходите на лестничную площадку и говорите ему доброе утро. Естественно, без гипотетических данных, без предсказаний и проверки этих данных вы не сможете предугадать как поведет себя человек. Если вы будете случайно бросать ему какие-то фразы, будь то оскорбительные или наоборот добрые фразы, это не приведет вас к хорошей жизни с вашим соседом. Соответственно, применение научного метода на самом деле обоснованно в вашей поседневной жизни. Наблюдайте, стройте гипотезу, проверяйте предсказания гипотезы, проверяйте не являются ли они ловушкой логической или вашими предубеждениями, наблюдайте заново, наблюдайте, строите гипотезы и так далее. Если кто-то из вас захочет стать ученым, запомните, что когда вы строите гипотезу, одну только одну единственную, вы можете подпасть под проблему предубеждения. Всегда строите несколько гипотез для себя хотя бы. Пусть ваш непосредственно начальник не требует от вас большого количества гипотез, но для себя вы построите. Например, в случае А будет работать гипотеза 1, в случае Б будет работать гипотеза 2, в случае С будет работать гипотеза 3. Для чего это нужно? Это нужно как раз для момента, когда вы получите первые экспериментальные данные, первые результаты. когда вы сможете сказать, что вместо вашей первичной гипотезы вы получили данные, которые соответствуют вашей вторичной гипотезе, вы предоставляете эту гипотезу вашему начальнику, он проверяет, насколько возможно вы подпали в какие-то логические ловушки, проверяет, потом дает добро на использование вторичной гипотезы вместо первичной, и вы далее проверяете ее уже, то есть это сохраняет вам время, сохраняет вам позитивные эмоции и так далее, то есть постарайтесь построить, если у вас есть необходимость и задача построить какую-то одну модель, построите вместо одной несколько, это облегчит вам жизнь. То же самое и относится к повседневной вашей жизни, построите несколько моделей, которые будут отвечать на запросы действительности, запросы вашего окружения и так далее, и исходя из этих гипотез, продолжайте жить, и так вам будет просто легче жить, удобнее, приятнее и так далее. В общем, какие итоги сегодняшней лекции? В первую очередь то, что у нас есть два типа истины, объективной и субъективной, то есть зависящей от человека и независящей, и наука строится именно на основе объективной истины. Далее, прежде чем стать таковой, конечно, она проходит через научные доказательства. Результаты исследований подвергаются критике и атаке анализу со стороны научного сообщества. И в конце концов, то, что у нас научный метод, может быть и, на мой взгляд, должен быть применен к повседневной жизни, потому что это делает жизнь легче, предсказуемее и удобнее для каждого члена общества. Итак, спасибо всем за внимание. Здесь мой имейл. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне. Только укажите, что это летний лагерь 2021, чтобы я понял, какая тема и так далее. Потому что иногда очень много людей присылают мне на ящик писем, и некоторые из них могут быть удалены системой. и так я поставлю фильтр на летний лагерь 2021, чтобы эти письма не удалялись. Я думаю, Орлан отправит вам по крайней мере презентации. И кроме того, я отправлю потом Орлану ссылку на данную запись. В общем, сейчас давайте поговорим, если у нас еще есть время, я надеюсь, оно еще есть. Поговорим, и вы зададите какие-то вопросы, интересующие вас именно по научному методу. Итак, у кого есть вопросы, ребята? У меня есть вопросы, я хотела бы уточнить. Когда вы говорили про научный метод, можно ли сказать, что научный метод равен рациональному методу? Он является рациональным, потому что, точнее, сам принцип рациональности он вывел этот метод. То есть мы производим какие-то исследования, какие-то умозаключения и так далее на основе рационализации нашей жизни. То есть, например, если у нас есть проблема, предположим, пусть это будет болезнь. Если эта болезнь существует, то рационализацией будет избавление от этой болезни, либо нахождение путей борьбы с этой болезнью. и естественно, что опять-таки мы идем от наблюдения, гипотези к эксперименту и анализа данных. То есть люди стараются найти сначала травы, если это древние века, либо они находят уже какие-то химические соединения и так далее, это уже ближе к нам сейчас, которые будут бороться с данной болезни. И на основе этих данных они находят какое-то лекарство. И это лекарство, оно, пройдя через научный метод, то есть подход научный, оно будет рационализировать нашу жизнь. Естественно, что любая рационализация, она лежит в основе науки. То есть сама наука построена на таком фундаменте. Также вы говорили то, что можно применять этот метод каждый день. И я хотела бы уточнить у вас, когда вы говорили то, что можно проверять эту гипотезу, то есть первичный метод, а что идет после? То есть вот мы проверили гипотезу на основании каких-то данных, которые мы получили, а что идет дальше? Предположим опять-таки разговор с соседом. У вас есть три гипотезы. Первичная гипотеза, что если вы оскорбите его, он вам ответит хорошо. Вторичная, что если вы не будете общаться с ним, он будет общаться с вами хорошо. И третья гипотеза, это что если вы будете хорошо с ним общаться, он будет также с вами хорошо общаться. Вот у вас три гипотезы. И первичная, к сожалению, вы выбрали оскорбление. Вы проверяете ее, то есть вы оскорбляете своего соседа, но он к вам не относится хорошо. Соответственно, предсказание гипотезы не соотносится с истинным положением дел, и вы отвергаете эту гипотезу. Вы переходите к следующей, что если вы не будете никак взаимодействовать с вашим соседом, он будет с вами общаться хорошо. Вы проверяете это и опять не получаете предсказания, равные результатам наблюдений. То есть что вы делаете, вы с ним не общаетесь, и он точно так же не общается с вами. То есть если с ним не общаться, то он будет с вами общаться хорошо. Результат не соответствует предсказанию. Вы избавляетесь от вторичной гипотезы и переходите к третичной гипотезе. В данном случае она у вас гласит о том, что хорошее отношение к соседу вызывает хорошее отношение к вам. Вы проверяете ее, оказывается, что да, вот эта гипотеза работает более или менее стабильно, причем в обе стороны. Вы общаетесь хорошо с соседом, он общается хорошо с вами. Соответственно, вы принимаете эту гипотезу как основную, несмотря на то, что у вас было предыдущих две. То есть первичную отвергли, вторичную отвергли, приняли только третичную. Хорошо. Спасибо. Не за что. Так, у нас вопрос от Фатимы. Сталкивались ли вы сами с логическими возобождением при проведении исследований? Конечно, это свойства человека. Логические заблуждения, а тем более основанные на предубеждениях, они приводят к неприятным последствиям. Но если вы смогли определить их вовремя, то они не приведут к катастрофическим последствиям. Например, когда я еще учился в университете, мне была больше всего интересна онкология. То есть больные раком, лечение раков, операция раков и так далее. И я очень много читал по этому поводу, именно новых методов исследований и так далее. И там был один из методов исследований, основанный на так называемом витамине В17. Насколько я помню, он называется Лайтрил и так далее. То есть витамин, связанный с цианидами, который уничтожает раковые клетки. Естественно, что когда я читал их исследования, они казались мне обоснованными и так далее. То есть я принял эту точку зрения, я даже спрашивал наших онкологов и так далее, но всякий раз я получал от них ответ, что это не соотносится с истиной. То есть если мы даем человеку цианиды, скорее всего мы убиваем человека. Даже если мы даем их в низких количествах, конечно, за счет того, что раковые клетки суперагрессивные, то есть они потребляют куда больше материалов, чем простые клетки, они эти цианиды будут съедать больше, чем простые клетки. Но цианиды уничтожают все. То есть все, что дышит, все, что использует кислород как источник энергии, все это убивает с цианидами. И то, что мы уничтожили чуть больше раковых клеток, чем здоровых клеток, не говорит о том, что это научный рациональный метод использования живых клеток. Вот, в общем, это один из самых главных примеров логических освобождений, которые были у меня у самого. Но хорошо, что я прошел достаточно сильную школу именно по научной методологии и так далее, когда мне не просто объяснили, как подходить к изучению данных статей и так далее, но мне еще привилие критическое мышление. Критическое мышление это как раз и есть мышление основано на научном подходе. То есть, если у вас есть критическое мышление, вы можете логически доказать, что А порождает Б. И в данной логической цепочке не будет никаких изъянов и так далее. То есть, вы стараетесь, во-первых, предвидеть логические заблуждения, а во-вторых, их по максимуму уничтожить, чтобы они не встречались в вашей последневной или научной деятельности. Поэтому по поводу исследований самих, которые я когда-либо делал, да, там тоже были, но это именно сам метод построения гипотезы, гипотезы первоначальная, а потом изменение этой гипотезы, он исключает появление дальнейших логических заблаждений. И если у вас достаточно опытный начальник, который прислушивается к вашим рассказам, к вашему мнению, к вашим исследованиям, то вы, скорее всего, избежите очень таких глубоких последствий от логических заблуждений, которыми страдают в основном, конечно же, молодые, но не только молодые, но если вы возьмете количественные значения вот этих логических заблуждений, то среди молодых они встречаются много чаще, чем среди взрослых ученых. И, конечно, если у вас есть наставник, который с вами работает, и он понимает, что вы говорите, то вам будет легко избежать таких логических заблуждений. Итак, вопрос от Демели. Как долго логические заблуждения могут остаться незамечены? На самом деле огромное количество времени, потому что у нас есть авторитаризм некоторый не только в человеческом обществе, но и в научном обществе. То есть какие-то люди могут получать рейтинг выше, чем другие, и их слова будут восприниматься весомее, чем у других. Естественно, что если кто-то очень весомый говорит, что он смог объяснить какое-то явление, и на самом деле никаких именно проблем с оценкой и проверкой знаний не возникло, а потом вдруг приходите вы и говорите, что у меня есть совершенно другое объяснение, и оно точно также соответствует полученным результатам экспериментов, то есть ваше предсказание гипотезы соответствует полученным экспериментам и экспериментальным данным, в вашу сторону будут смотреть менее как сказать, менее доказательно, чем в сторону авторитета. В конце концов, конечно, может оказаться, что авторитет это всего лишь пшик, и нужно было сразу прислушаться к мнению, например, молодого сотрудника, и очень долгое время люди могли ошибаться по поводу какой-то вот именно объективной истины, в которой закрались иммунологические избуждения. Например, там был один буквально недавно. Если вы знаете, что такое длинный не кодирующий РНК, и особенно длинный не кодирующий РНК, участвующий в отключении X-хромосомы. В общем, у девушек, у всех женских особей большинства видов на планете, у них две X-хромосомы, и одна из них случайным образом отключается. то есть, например, в какой-то клетке отключилась X-хромосома 1, в другой X-хромосома 2. Это отключение происходит при помощи длинной деятельности этой хромосомы. На самом деле, оказывается, это не соотносится с объективной истиной, это всего лишь даже не выдумка, а предубеждение человека, который предложил эту гипотезу. То есть, он сделал огромное количество экспериментов, доказывающих его слова, но на самом деле нужно было смотреть немножко в другую сторону, чтобы понять, что его гипотеза, она, ну, как бы, не соответствует реальности. То есть, да, мы получаем какие-то данные, но мы не можем их интерпретировать достаточно четко для того, чтобы сделать заключение о том, что эта гипотеза неправильна. И вот только недавно появились данные, которые нам помогли понять, что это логическое заблуждение автора. Я читаю вопросы от Фатимы. Так, да, я исследовал раки толстой кишки в течение двух проектов, и в этот, в эти два проекта мы как раз занимались исследованием длинных некодирующих РНК, которые на протяжении ста лет считались просто мусором в живой клетке, но буквально в начале десятых годов, то есть, это примерно 12-13 года, когда появились возможности обработать большое количество информации из RNA-секвенирования, то есть, РНК-секвенирования и ДНК-секвенирования. выяснилось, что большое количество длинных некодирующих РНК, которые на тот момент считались мусором, они принимают самое непосредственное участие в раках, причем первично мы определили, что это связано с раками, а потом мы поняли, что на самом деле это не раки, не только раки, то есть, в обычной человеческой клетке длинные некодирующие РНК исполняют огромное количество функций и дисбаланс функционирования каких-то из этих длинных некодирующих РНК приводит к ракообразованию, либо не приводит, но усиливает ракообразование, соответственно, был большой интерес научного сообщества именно к этой теме и я как раз попал на момент, когда возникали в большом количестве данные проекты и я участвовал на двух из них и они оба были связаны с толстой кишкой, именно раком толстого кишечника, потому что я сам был заинтересован в онкологии как доктор. И в ходе этих данных мы поняли, что есть определенные длинные некодирующие РНК, от которых зависит прогрессирование болезни, то есть, если мы когда-нибудь сможем снизить искусственно уровень этих длинных некодирующих РНК, мы можем предполагать, что снизится и увеличение, например, симпатоматики болезней и так далее. То есть, на данный момент это достаточно гипотетические данные, которые требуют большого количества доказательств, но мы идем по пути именно определения каких-то ключевых моментов, которые смогут помочь пациентам в лечении раков той же толстой кишки, а возможно и других видов тоже. это не вопрос каких-то 10-15 лет, это возможно продлится дольше, но уже делаются какие-то движения. Итак, Жамиля, вы подняли руку. Да, я хотела бы спросить насчет того, как вы советуете внедрить научный метод в повседневную жизнь? В общем, внедрение научного метода в жизнь это такой же навык, как и письмо, например, рукой, то есть рукописный ввод данных. То есть чем больше вы его используете, тем легче вам его использовать и тем больше вы профессионал в этой деятельности. Соответственно, например, если вы начнете в какой-то день пытаться применять этот научный метод в своей поседневной жизни, с каждым днем, с каждым витком практики это будет становиться легче и легче для вас и в конце концов это станет вашим вторым я. То есть вы будете применять его даже не задумываясь и это будет в каком-то роде вашей фишкой. То есть вы все будете оценивать с точки зрения наблюдения, гипотезы, предсказания, результаты экспериментов и заново наблюдения. И на самом деле вы сможете видеть намного больше, чем многие другие люди, которые просто применяют метод случая. То есть они случайно реагируют на какие-то жизненные ситуации, случайно интерпретируют эти жизненные ситуации и могут подпасть под логические ловушки как предубеждения и заблуждения. Соответственно, в первую очередь вы должны оценить, но чтобы начать вообще с применением этого научного метода, постарайтесь оценить, насколько то или иное явление относится к объективной либо субъективной части истины. Например, могут ли существовать единороги? Насколько вероятно, что Дед Мороз заходит в форточку? Например, для детей, конечно, это в принципе приемлемая часть знаний, которые развивают их воображение. И я не говорю вам, что прекратите развивать свое воображение. Нет, наоборот, как раз-таки огромная часть научных исследований основана именно на воображении. Соответственно, для детей это нормально. Но чем старше вы становитесь, тем больше вы должны критически осмыслять какие-то явления. То есть подвергайте эти явления сомнению. После того, как вы подвергли их сомнению, попытайтесь определить, насколько они объективны либо субъективны. Если это субъективные явления, то есть субъективная истина, постарайтесь сделать так, чтобы оно не оказывало на вас прям ошеломляющее действие и так далее. это, в таком случае вы сможете адекватно реагировать на любые изменения, обстановки, окружающей среды и так далее. Предположим, что вы оценили ситуацию и поняли, что данное явление является объективным. Если оно объективное, значит, вы сможете с легкостью применить к нему научный метод и сделать из этого какое-то хорошее для вас явление. То есть вы сможете предугадать его, предположим, опять-таки переход через дорогу. это в принципе научный метод применим к этой части и это объективное знание, что если идти на красный свет, когда огромный поток машин, то скорее всего человек собьет какая-то из этих машин. Соответственно, вы предсказываете на основе вот этого научного метода, вы предсказываете какое-то последствие и вы избегаете его, если это неприятное последствие. Например, оказаться на больничной койке это очень неприятно. либо там, не ходить под стрелой крана. Это не из-за того, что кому-то так взбрело в голову, это на основе практики были выявлены слабые моменты кранов и было выявлено, что если под стрелой стоять, то высокая вероятность при падении этого крана получить большие травмы. Соответственно, не стой под стрелой, ничего не будет. И вот если вы будете применять вот такой метод к любому явлению, которое вы наблюдаете, это будет во-первых развивать ваш навык именно самого научного метода, но также облегчать вашу жизнь. Если вы хотите начать, начинайте с минимального левела, это как в играх, знаете, у вас есть нулевой левел, а потом вы поднимаетесь выше и выше, развивая свои науки. То же самое здесь, у вас есть элементарный уровень знания научного метода, но в ходе практики вы его поднимаете выше и выше. Естественно, что возможно вам понадобится какой-то наставник в этом случае, но у нас общество людей, которые разговаривают друг с другом, естественно, что наставников таких очень много, например, ваши родители, ваши знакомые, ваши бабушки, дедушки и так далее, те же самые преподаватели. Если вы придете к ним с какой-то проблемой, которую вы сами не можете решить, потому что ваш уровень владения научным методом не позволяет вам это сделать, вы можете попросить помощи у других, в этом нет ничего плохого, и наоборот, это разовьет вас, потому что вы получите знания, как решить эту проблему, а во-вторых, это разовьет человека, который помогает вам, потому что в практике идет развитие навыка. также можно дополнение к этому вопросу, как вы пришли к научному методу? Опять-таки это сначала обучение в медицинском университете, потому что там любое фактическое знание, оно подвергалось большой критике, то есть если врач делает ошибку, эта ошибка бывает роковой, и соответственно у нас было огромное давление со стороны, что вы не можете делать ошибки, поэтому старайтесь предугадать все проблемы, которые могут возникнуть. Естественно, что в данном случае научный метод оправдывал себя с лихвой, то есть я не наврежу своему пациенту, только если я буду обоснованно подходить к каждому шагу своей деятельности, и это вызвало у меня развитие этого навыка уже после 18 лет, когда я начал работать с ним, и просто это жизненно важный навык для врача, если врач не обладает критическим мышлением, то он опасный врач, понимаете, но это также относится к многим специальностям, например, инженеры, инженеры-строители, если они критически не подходят каждому своему шагу деятельности, они могут привести к проблемам у других людей, например, если этот человек строил дом и построил его неправильно только по своим случайным убеждениям или случайным явлениям, то этот дом не является стабильным и, возможно, принесет кому-то большой вред. Ну, вот здесь вот вопрос, вот один замечательный вопрос, я надеюсь, я успею до 12 мне ответить. Орлан, я думаю, что это будет последний вопрос. Так, по поводу теории относительности и теории эволюции. На самом деле, это обе теории, которые уже доказаны. И теория эволюции Дарвина, она претерпела огромные изменения с того момента, как она впервые была опубликована. Почему эти изменения случились? Они случились как раз из-за массивной критики со стороны научного сообщества. И на данный момент у нас уже не теория эволюции Дарвина, у нас синтетическая теория эволюции. И на самом деле ни теория относительности, ни теория эволюции не требует уже никаких доказательств. Вот вы говорите, что они неправильно воспринимаются, но на самом деле теория эволюции, именно синтетическая теория эволюции, естественно, она плохо воспринимается людьми, потому что огромное количество предубеждений у людей. Например, что мы не от обезьян произошли, оказывается, мы были созданы. И вот это вот предубеждение, оно ведет к огромному количеству логических ловушек. Соответственно, если я какой-то, не знаю, ученый с мировым именем, но у меня есть предубеждение, что я был создан, а не эволюционировал из обезьяны, то я буду везде доказывать, что теория эволюции на самом деле не существует, ее даже не доказали и так далее. Хотя в самом деле у нас огромное количество археологических данных, огромное количество данных по ДНК. Например, у нас в нашем теле огромное количество генов, которые кодируют протеины, то есть белки. И эти белки пришли к нам от бактерий. То есть когда-то, когда у нас были одиночные одноклеточные существа, они потом развились в многоклеточные, но они несли с собой гены и белки, которые были у одноклеточных. Соответственно, мы до сих пор пользуемся теми же самыми инструментами, теми же самыми белками. Мало того, на основе изучения генов, именно того, как структура белка кодирована в ДНК, мы можем отследить мутации, которые происходили на пути эволюции. То есть у нас есть одноклеточная здесь, и есть мы где-то вот здесь. Ну, то есть огромный временной промежуток. И между ними мы можем отследить по мутациям, кто является нашим родственником. Например, да, шимпанзе — это наши родственники, но они из немножко другой ветви приматов. Они из ветвей приматов, у которых метаболизм не настолько высокий, как у человека. И когда говорят, что сейчас те же самые обезьяны не развиваются, на самом деле они развиваются и развивались все это время. Просто их уровень метаболизма не заставлял их развивать мозг и так далее в той же степени, как у человека. Например, мы являемся больше хищниками. То есть мы, нам необходимо, именно на уровне метаболизма клеток, нам необходимо потреблять огромное количество энергии. В то время как те же самые обезьяны, которые сейчас имеются, орангутанги, гориллы и шимпанзе, самые близкие к нам, они в основном травоядные. То есть для того, чтобы добыть пищу, травоядным нужно всего лишь спуститься с одного дерева и подняться на другое. Ну то есть особо не требуется развивать свой мозг. То есть нет вот этого давления эволюционного, как, например, на людях. Что происходило у людей? У людей все было по-другому. Нам для правильного метаболизма наших клеток, то есть для здорового метаболизма, нам требовалось преодолевать огромные расстояния для того, чтобы охотиться на на животных, которые не будут охотиться на нас. То есть мы же не нападали на других обезьян, таких как горилла. Почему? Потому что человеческий вид, начиная еще от Homo erectus и так далее, человеческий вид не был самым сильным видом обезьян. То есть нападим мы на гориллу или на шимпанзе. Это шимпанзе может одним движением рук, просто, да, ну то есть раскрытием рук разорвать человека на части. И, соответственно, мы не самая сильная порода обезьян, и мы не можем охотиться на обезьян. Но мы можем охотиться, например, на зебру или на лошадей и так далее. Соответственно, чтобы найти лошадь, нам нужно бежать очень-очень далеко и при этом не отходить далеко от лесов, потому что если мы не будем жить на деревьях, то, соответственно, мы будем постоянно подвергаться нападению хищников. Это вызывает, за счет эволюционного давления на наш вид, это вызывает развитие мозга. То есть, первое, а разве только на деревьях можно жить? То есть мы можем найти какую-нибудь пещерку, мало того, еще эту пещеру завалить камнями, который будет защищать нас от хищников. То есть уже имеется не просто желание, а необходимость развиваться как виду. Далее, например, мы... Почему стадные животные? Потому что охотиться в стаде легче, чем в одиночку. Если, например, какой-то один человек пойдет на охоту, причем у него нет ружья, у него нет даже лука, у него есть максимум один камень, которым он может забить бедную зебру до смерти, он просто не догонит эту зебру. То есть должен быть кто-то, кто поможет проставить ловушки так, чтобы зебра побежала именно на тебя. Соответственно, мы должны коммуникацию проводить друг с другом. Для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, нам нужна какая-то система сигналов. И эта система сигналов, именно голосовое общение, потом развилась именно в человеческий язык. И это все привело к тому, что сложная координация движений, сложная координация общества, ну то есть стада, сложная координация голосовых связок, они все потихоньку развивали наш мозг, и естественно, мы добились таких высших результатов. А, например, шимпанзе, который всего лишь нужно было использовать голосовые связки для того, чтобы предупредить появление пищи или появление хищника, у них такого давления эволюционного не было, как на нас. И это все эволюция совершила. То есть мы пришли от одноклеточных к человеку только за счет эволюции. И это не значит, что у нас остановилось развитие. Например, сейчас, если бы кто-нибудь сказал 20 лет назад, что у нас будут смартфоны, но никто бы не поверил, что у нас доступ к всем знаниям, ко всем знаниям человечества может быть вот такой вот маленькой штучки. и это уже можно называть развитием нашего вида, потому что мы уже не просто берем какие-то инструменты, мы уже подключаемся к общему знанию. То есть представьте себе, например, 17 век. Что мы могли сделать? Мы максимум могли поехать в другую деревню, ехать там 17 суток, причем нас могли скушать какие-то животные по пути туда, а потом поговорить с каким-то человеком, который что-то знает о какой-то болезни, а возможно и не знает. То есть это было невозможно обратиться к знаниям очень быстро и находясь на одном месте. А сейчас у нас это есть. То есть это такое же эволюционное давление, которое разовьет какую-то нашу часть и сделает нас намного прогрессивнее и развитее, чем, например, предыдущие поколения. Так что, если вам кто-то говорит, что неоднозначно принимается теория эволюции, не верьте этому, потому что теория, как я уже сказал, это фундаментальное знание, которое не требует доказательств уже. Да, когда-нибудь какой-нибудь метод исследования пошатнет эту историю, но все, что нам придется сделать, это немножко поменять ход этой теории, иметь в виду объяснение этой теории, чтобы они соответствовали новым знаниям. но как таковое, вот представьте себе, очень монолитное здание, которое невозможно сломать. Вот это и есть теория. И вот как теория относительности, так и теория эволюции, они как раз вот такие монолитные здания, которые сломать невозможно. Если кто-то говорит о том, что эволюция недоказана и так далее, знайте сразу, что он оперирует, апеллирует предубеждениями, логическими ошибками и субъективным знанием. Все. Это говорит о том, что можно ставить под сомнение большое количество того, что этот человек говорит, например. То есть вам нужно просто применить научный метод в разговоре с любым человеком, которого вы встречаете. Я надеюсь, я ответил один. Так. Отлично. Теперь вы знаете, что предвзятое отношение к теории эволюции это всего лишь предубеждение, это ничего больше. Итак, ребята, если у вас все равно остаются вопросы, пожалуйста, пишите. Я отправлю в общем Ролану свою презентацию, где будет мой email. пишите. Обязательно отмечайте, что это летний лагерь 2021, чтобы сообщение не было удалено. Дильбара, да, конечно, субъективные знания не всегда ошибочны. Может быть, мы просто не имеем инструментов, чтобы подтвердить, что это объективные знания. Но есть определенное количество субъективных знаний, которые уже доказаны быть субъективными. Соответственно, например, люди, которые пытаются сказать, что теория эволюции несущественны и говорят какие-то свои субъективные знания, уже сто процентов являются субъективными. Хорошо? Так, Орлан. Большой модератор. большую лекцию. Я был очень рад. понравилось. Все большое. Ребята, сейчас у вас отдых и потом в час у нас вторая лекция с вернем спикера. Всем до свидания. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся. До свидания. До свидания. Спасибо за лекцию. До свидания. До свидания. Спасибо за лекцию. До свидания. Очень классно.